Обзор с моего окна. Забыли мы с Ашкином купить кукурузу. Но такой хорошей не попалась. Черешни навалом, друзья мои. Я как пришла, от неё не оторвалась, не могла оторваться. И кушать не хочется. Столько фруктов, а! Какие только фрукты у нас нет. Нету ягод, малины. Есть, конечно, но так свободной продажи нет. Смородины нет. Посмотрите, что хочешь продаётся. Там дыни тоже продаётся. Тузла, тузла. Что за тузла? Солью? Какая-то дыня с солью. Солёные дыни. Вы такое слышали? Солёные дыни. Так, ну что, пошла я на тот балкон посмотреть, где моя девочка. Деток там сидит, смотрит она. Моя девочка. Какая она чистенькая у меня. Посмотрите, ни одной веточки не проронила. Сидит, смотрит своих деток. Так на меня смотрит. Это уже вроде бы, знаете, что не шарахается от меня, когда я вешаю бельё. Я повесила сегодня бельё. Вот такая вот у меня мамочка. Когда она улетит, посмотрю. Водичку может добавить её или там покушать. Не знаю, чем её кормить. Сегодня я вот сняла чехлы с моих подушек. Так. Красота! Отсюда более видно, чем из окна. Сегодня очень дешёвый красный болгарский перец. 3 лиры килограмм. 12 был когда-то. У каждого овоща и фрукта есть свой сезон. Когда он в изобилии и становится дешевле. Всем доброго утра. Прекрасного дотроения. 7.45. 31 градус. Так выглядит набережная. Сейчас дедулька прошёл, поздоровался. Говорит, море сегодня очень чистое. Ну, они уже, видите, как собираются уходить. В море очень много тоже людей. А я сейчас посмотрю. Пять дней, наверное, или больше. Я не приходила на моё любимое море. Ну что, пойдём вместе с вами. Искупаемся. Пока меня не было. Смотрите, сколько песка прибавилось на пляже. И камушков чуть-чуть. Я сегодня с утра нашла копеечку. Меня научили, что копейку нужно поднимать, монетку. Раньше я всегда их не обращала внимания, как-то стеснялась. Думаю, что это там мне даст эта копейка. И делала это неправильно. Девочки мои, если вы увидите где-то денежку, значит, она вас ждёт. Значит, ей одиноко. Возьмите, не стесняйтесь, положите её в свой кошелёк. Это одна из техник по привлечению денег. И тогда деньги будут у вас постоянно в кошельке. Вот такой вот лайфхак от меня. Ой, это какой кайф и блаженство. Вода какая-то волшебная. Вода волшебная. Ой, девочки. Какое получило удовольствие. Это что-то невероятное. У меня просто нету времени много. То бы я, наверное, не вылезла из моря. Обалденное море. Обалденное. Приезжайте обязательно на море. Если у вас будет возможность, испытайте это наслаждение и кайф. Такой заряд бодрости. Хочется творить, бежать, кричать, орать. И так я тут. С ума свожу пенсионеров. Прекрасное место у нас в Иран-Шахире. Пляж отличный. С утра можно искупаться. А если вы хотите провести целый день на море, то, естественно, езжайте подальше. Там более условий получше. Я смотрю, что здесь не прибавилось шезлонгов. Ну, там только впереди. А так всё нормально. Вот такое вот у меня состояние души и тела. Говорю микрофон, чтобы шума лишнего не было. Вас не раздражайте. Куда я пришла? Решила прогуляться чуть-чуть. Вот я до этих пор доплываю. Наверное, метров сто пятьдесят. В это время остаются самые такие любители моря. Все разбегаются. Даже сейчас море чистое. И с той стороны тоже купаются. Я смотрю. Мерси. Хочу с вами поболтать и рассказать, что произошло со мной вчера. Не вчера, а позавчера. Насчет этих мошенников. Они не оставляют меня в покое. Как-то в инстаграме позавчера я увидела в истории. Почему-то они у меня выпали. Опять они рекламируют этот конкурс. И предлагают выигрыши. И тот же видеоролик Ксюши Бородиной. И я им написала комментарий, сообщение. Как вам не стыдно обманывать людей? Сразу же пришло мне сообщение от них. Что это значит? Я говорю, а как вам не стыдно продолжать обманывать людей всех? Ксения Наумовна, Кимовна, даже не в курсе вашего конкурса и розыгрыша. Неправда, говорит. Забирайте, говорит, свой выигрыш, и вы поймете, что это правда. Я говорю, какой выигрыш? Я каждый день заходила к вам. И постоянно я выиграла по три тысячи долларов. И так же говорю, кому я отправляла ссылку, они тоже выиграли по три тысячи долларов. У них как ответ один. У них ответ один. Забирайте, говорит, свой выигрыш, и вы поймете, что это правда. Я говорю, раньше вы отправили мне опять какую-то ссылку. Я просто прошла по ней. И там, значит, написано уже, заплатите четыре тысячи пятьсот чем-то рублей и забирайте свой выигрыш. Он поступит к вам на карту. А я говорю, вы пять дней назад мне, я должна была заплатить три с половиной, сейчас уже четыре с половиной. И мошенники обозвала их, и все. Вот так вот. Представляете, до сих пор они продолжают обманывать людей. А так человек может поверить и отправить им эти деньги. Говорю, я уже отправила вам деньги, и где? И все, призп. Они настаивают. Вот и получайте свои деньги, нет проблем. В общем, вот такая история произошла. Вчера звонили тоже родители. У них все хорошо. Они посадили кабачок. Я знала, что папа, баба Джим, он не нравится ему кабачок. Даже я когда приготовила там какую-то еду, ему это не понравилось, он не прикоснулся. А вчера, говорю, они же не будут кушать. Нет, говорит, я буду кушать, говорит. Ну, посмотрим. У них все нормально, копошатся они в огороде своем. Все уже цветет, пахнет. Им вдвоем не скучно, хорошо. Вчера сделала прививку моя Озлем. Она шла на прививку, как на парад, такая счастливая. Вообще, люди в Турции относятся к этому положительно. Они верят в Эрдогана, так как он очень верующий человек. Люди уверены, что он их не обманет. Если он сказал, значит, надо делать, и все идут за этим лидером. Вот такая вот ситуация, друзья мои. И еще Вендер сказал, что вчера открылись авиасообщения с Россией. Не знаю, насколько это правда. Я не читала, не смотрела. И еще вечером мы смотрели новости, где Эрдоган сказал, что ограничение на выходной день, воскресенье, будет открыт с 1 июля. Вот такие вот новости я собрала для вас. А сейчас я уже пойду домой. Всего вам хорошего. И до новых встреч. Мои дорогие друзья, если вы знали, что я себе приготовила. Приготовила только котлеты из кабачка. Но, лишь посмотрите, с одной стороны пожарила, с другой нет. Ну ничего. Положила грузинскую приправу. У меня была, оказывается, она соленая. Солью. Такие соленые они. Я уже отвыкла. Отварила себе гречку, салат. И вот поела. А что моему мужу приготовила? Ну, приготовила мерджем. Я сейчас подогрею его. А тут вот решила. Здесь я приготовила макароны и кефте мясные. Вот такой вот у нас ужин. А у меня сегодня ужасный был ужин. Соленый-присоленый. Я сегодня вечером никуда не выходила. Сегодня у нас были какие-то планы, но они все изменились. И вот я ему сказала, иди, говорю, давай сейчас погуляй чуть-чуть, походи. Друзья мои, хочу поделиться с вами моим творчеством. Вчера я купила новый курс нейродрева. Как вам мои деревья нейро? Это мой первый рисунок. Это мой первый рисунок. Вот это я второй вчера. Так захотелось самостоятельно нарисовать. Мы первый рисуем с нашим инструктором. Второй рисунок вот нарисовала. А это мой третий рисунок. Вот такой. Чтоб повыше вам лучше смотреть. Вот смотрите. Такие они красивые, правда? С каждым разом все лучше и лучше. Сижу сейчас. Ни на что не отвлекаюсь. В думках, в раздумьях. До этого я сделала 10 шаманских. Потом покажу, неохота вставать. Так упаковалась хорошо. Такие вот у меня карандаши. Уже посмотрите, заканчиваются. Хочу посмотреть сейчас на Amazon компании. На Zod платформе. Может, тебе закажу карандаши. Действительно. Потому что я здесь, в Турции, я не видела, чтобы зеленый было там 6 тонов. Сиреневый там вот именно много. Сейчас надо, кстати, посмотреть. Вот я сижу. Вот закончила уже почти заканчиваемый рисунок. Осталось мне вот такие вот черную линию провести и круги. И я закончу и посмотрю. Ну вот, а я чем занимаюсь сегодня. Так классно вообще. А вот мои рисунки. Мои 4 рисунка нейродрева. Я вчера сидела до 4 утра. Так это приятно, так интересно рисовать. И это что-то. Эти рисунки... Техника есть такая на привлечение денег. На любое можно. На счастье, на здоровье. На какие-то дела. Можно рисовать вот эти вот техники. Получаешь такое удовольствие. А это вот мой дождь. Смотрите, сколько у меня дождей. Шаманский дождь. Это на удачу. Эти рисунки можно продавать. Если кому-то понравится, допустим, то можно продавать. Они такие красивые, да? Можно их поставить все в рамку. И развесить, украсить стену. И смотреть, любоваться ими. Посмотрите. У кого есть время, конечно, тот может этим заниматься. Ну, а эти мои первые только. Первые разные техники здесь. Поэтому надо учиться специально. Я этому научилась. И каждый, конечно, исполняться будет желание в том случае, когда вы нарисуете по 10 рисунков на каждую тему. Вот, друзья, чем я занимаюсь. Ну, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам спасибо огромное за все. Моя звезда Ютуба. Какой он сегодня симпатичный. Побрился. Покажи, Ашка, Мнефейс Альберас. Мой золотой пришел. Где ты? Маски шартов. А ну, покажи, что ты принес, мой зайчик. Мой зайчик-попугайчик. Ашка, Мнефейс Альберас. Аферин. Только мне покупать. Саджи, банан. Индирма, индирма. Ааа, масло, масло. Падешь, подише. Саджи, саджи. Добро пожаловать на наш канал. сейчас он идет на это гулять 183 стоит 83 50 лир только масло 20-20 и набралось но ничего аферинс сен гидиосу н а я как сумасшедшая покажу чем я занимаюсь смотрите мои дорогие приготовила салат ну как ему не приготовить такое вкусное лобби уготовлю он не он мне порезал кстати мой ашкин не помог порезать я делаю без жира жира вообще мало 1 или 2 столовые ложки короче девочки что еще я положила сюда собственном соку на вот таком маленьком огне она у меня на часа два часа точно тушится то есть я не добавляла воды она сначала потушилась собственном соку потом я добавила один помидор огромный болгарский перец вот это стручковый в конце петрушка чеснок в общем в общем она у меня готова теперь что я делаю тут смотрите у меня для плова ему сейчас делаю потому что у меня начинается скоро вебинар я не буду свободно теперь такой сделаю суп джиджик называется джиджик ну в общем неудобно мне так я лучше знаете что сделаю вот так вот я вы или очень вкусно и выходит как он готовится вообще лучше легко все девчонки турецкая кухня как ее легко приготовить все одно удовольствие за полчаса ну естественно если у вас будут готова мясо отварное там все смотрите я значит взяла воду и вот так вот поливаем холодную вот это сейчас я посолю на глаз делаю вместе с вами ой посолю и летний суп суп окрошка турецкая готова так вот помешать все счастье у него будет вот это они любят а ну-ка я попробую на соль отлично супер в общем вот такой вот у меня ужин будет а у меня вот здесь вот гречка моя голубушка посмотрите я их хлебушек положила туда но естественно она у меня дуреха пугливая улетела чистенькая такая посмотрите вчера помыли балкон или позавчера и она видите как разговаривает до разговариваешь ты с мамой до мама тебе хлебушек она рис даже не притронулась я и сегодня хлебушек накрошила на прилетельно своих деточек ну естественно я и цветочки полила в общем сидит она у меня вообще нету проблем с ней не проблем не мешает не отвлекает нас вот такой вот у нас у девочки там смотрите пикничок устроили вы видите там пикник устроили там устроили а у светы полно дел а смотрите сколько у нас спортсменов все выходят или утром 6 или вечером супер супер все девочки побежала я готовить спасибо вам за просмотры за ваши лайки комментарии обязательно постараюсь ответить каждому прочитать сейчас за парка извиняюсь